В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Начало положено. В районе радиоцентра заложили камень в строительство репродуктивного центра. Не конкуренция, а сотрудничество. В Самару прибыла делегация из Свердловской области, чтобы обсудить совместные проекты. Плати налоги и спи спокойно. В Самаре ловят нечистых на руку предпринимателей. Кировский район в лидерах по числу медалистов. В Самаре чествуют выпускников. Вам, кричат гусару люди, нужно ехать на верблюде. Как оказался корабль пустыни посреди Ленинградской. Первый камень заложен. Все документы подписаны. Дело за строителями. В Самаре в районе радиоцентра состоялась торжественная церемония, посвященная началу строительства клинического госпиталя. Это уже третий подобный объект в Привожском федеральном округе. Открытие нового госпиталя запланировано на первый квартал 2018 года. Подробности в нашем сюжете. Акушерское, хирургическое, педиатрическое отделение, отделение ЭКО. Это лишь малые части списка услуг, которые планируют оказывать в стенах нового клинического госпиталя. К его строительству приступили в рамках государственно-частного партнерства. Участие частных инвесторов для нас исключительно важно. Мы по ГЧП в стране в тройке. Москва, Питер, Самара. А примерно 75% ГЧП – это медицина. В социальную сферу и такую очень чувствительную сферу, как здоровье человека, как рождаемость, здоровье детей и так далее, вкладывать сюда инвестиции частные, я считаю, что это очень большим продвижением в целом. В Приволжском федеральном округе это будет уже третий подобный объект. Два предыдущих уже работают в Перми и Уфе. Осмотреть площадку под строительство Самарского клинического госпиталя и заложить первый камень приехал и глава города Олег Фурсов. Планируется, что Самарский клинический госпиталь площадью 15 тысяч квадратных метров будет включать 137 койко-мест. Это позволит принимать до 2000 родов, проводить до 600 циклов ЭКО и принимать около 150 тысяч человек в год. Самое главное, что здесь будут самые лучшие компетенции, самые лучшие технологии. И что это большая школа, такой мощный центр компетенции для профессионалов, для врачей, для медицинского персонала, которые, получив здесь навыки, соответственно, могут их реализовать в любом медицинском учреждении страны. И вот эти компетенции, они могут потом распространяться в том, в других регионах. Это тоже крайне важно. И для Самары, и в целом для здесь. Строительство современного клинического госпиталя станет серьезным шагом к повышению доступности высокотехнологичных медицинских услуг для жителей Самарской области. Также госпиталь станет клинической базой Самарского государственного медицинского университета и площадкой для освоения новых технологий для развития медицины и укрепления здоровья жителей региона и не только. Мы ставим себе амбициозную задачу сделать наш регион центром медицинского туризма не только внутри нашей страны, не только внутри Пиложского федерального округа, но и привлекать международных пациентов. Я думаю, это будет очень хороший опыт в целом для страны, ну и, конечно, большого полезного нашего региона. Открытие нового госпиталя запланировано на 2018 год. В торжественной обстановке сегодня была заложена и капсула с посланием для будущего поколения. Планируется, что вскроют ее ровно через 50 лет в 2066 году. Павел Баймаков, Константин Головин. События. После Михаила Бабич провел совещание, посвященное интеграции миграционной службы в структуру полиции. Выполнение соответствующего указа президента обсудили сегодня на расширенном совещании под председательством полномочного представителя президента в ПФО. В совещании приняли участие губернатор Самарской области Николай Меркушкин и начальник областного главка МВД Сергей Солодовников. Стороны обсудили, какие мероприятия проводятся для передачи полномочий от ОФМС в органы полиции региона. Обозначили проблемы, возникающие при интеграции, а также определили пути их решения. Возможности развития транспорта, работающего на газомоторном топливе, обсудили на совещании губернатор Николай Меркушкин и член правления «Газпрома» Владимир Марков. В рабочей встрече также приняли участие глава Самара Олег Фурсов и руководители предприятий «Газпрома». Перевод автомобилей на газ позволит экономить значительные средства в частности. Губернатор привел в пример Татарстан, где экономия от использования голубого топлива составила 4 миллиарда рублей в год. Также речь шла о других инвестиционных проектах, которые компания реализует в Самарской области. Владимир Марков рассказал о завершении строительства ветки газопровода «Винтай-Самара». В ближайший месяц она выйдет на проектную мощность. Кроме того, «Газпром» в ближайшие четыре года планирует инвестировать в развитие своих самарских объектов порядка 7 миллиардов рублей. В планах построить три новые газораспределительные станции. Парк «Металлурга» в Самаре будет благоустроен. Работы начнутся уже в этом году. Просьба о том, чтобы привести территорию парка в порядок, прозвучала на встрече губернатора с ветеранами, которые проходила в ДК имени Литвинова. С этим вопросом к главе региона обратился житель города, ветеран Геннадий Горбунов. Он высказал слова благодарности за уже существующую аллею трудовой славы и обозначил проблему парка. Сразу по окончании встречи Николай Меркушкин отправился в парк, чтобы на месте оценить его состояние. Отдыхающие рассказали губернатору, что хотели бы видеть там новое асфальтовое покрытие для роллеров и пешеходные зоны, выложенные плиткой. Кроме того, в парке необходимо разбить газоны, очистить пруд и сократить число торговых точек. Дружить регионами, сотрудничество вместо конкуренции. В Самару прибыла делегация из Свердловской области. В ее составе представители органов исполнительной власти региона. Участников делегации знакомят с самарскими производствами и предприятиями с инновационными технологиями. Самарская и Свердловская области во многом похожи, отмечают обе стороны переговоров. А потому так важно сотрудничать и перенимать опыт друг друга. Сегодня делегация из Свердловской области посетит различные самарские предприятия, после чего будут намечены конкретные направления сотрудничества. В настоящий момент у нас несколько глобальных задач. Конечно, нас интересует длительный процесс импортозамещения. Нам бы хотелось ускориться в этом процессе. А ни одна из областей не имеет достаточно полного набора компетенций, чтобы развивать такие направления. Поэтому нам важно сотрудничать, нам надо дополнять друг друга этими компетенциями. Настало время, когда сотрудничество выходит на первый план, на место конкуренции. То есть регион уже в большей степени должен сотрудничать за новые рынки, охватывать новые сектора экономики, чем бороться за федеральные ресурсы. Технологически примерно схожи. У нас практически 70% оборота и товарооборота – это все, что связано с обработкой материалов, машиностроением. Здесь очень сильный кластер, связанный с наукой, с космосом, с авиацией, с химией. Это может быть друг друга дополнять по ряду компонентов, по ряду направлений. Ленин по-прежнему живее всех живых. Вот только требует ремонта. 2 миллиона рублей на восстановление памятника Владимиру Ильичу выделят из городского бюджета. Напомню, памятник вождю пролетариата в последнее время дважды упоминался в полицейских сводках. Сначала турист из Перми пытался сделать селфи и отломал плиту, а затем подросток въехал в памятник на автомобиле. Это заставило городских депутатов пересмотреть бюджет. Куда еще перенаправить средства интересовалась Марьяна Мирная. О внесении изменений в городской бюджет говорили сегодня на 13-м заседании Самарской городской думы. Порядка полумиллиона рублей поступило из вышестоящих бюджетов на проведение в Самаре переписи участков сельскохозяйственного назначения. Порядка 9 миллионов рублей перераспределены внутри городской казны. Они пойдут на организацию деятельности добровольных народных дружин, ремонт стадиона «Нефтяник», на молодежный центр «Диалог» и другие цели. Переиспределение бюджетных ассигнований на 2016 год связаны. С выделением средств из бюджета городского округа Самары в форме субсидий бюджетным учреждениям на аварийный ремонт памятника Владимиру Чуленьну в размере 2 миллиона 156 тысяч рублей. Второе. Ошуществление строительства автомобильных дорог в жилом районе Волгарь Куйбышевского района 500 тысяч рублей. Перераспределение бюджета – дело обычное. Не всегда можно заранее предугадать, в какие сферы понадобится вливание. Несмотря на кризис, по-прежнему в почете остается социальная сфера, детские сады, незащищенные категории граждан и безопасность жителей Самары. Выделено 6 миллионов на добровольную народную дружину, которая сегодня работает в районах и которая должна работать, потому что это большой подспорь для того, чтобы сегодня наши дворы оставались в неприкосновенности. Депутаты хоть и уходят в отпуск на июль месяц, но их работа не останавливается. Встречи с жителями будут проводиться в обычном режиме. Мариана Мирная, Сергей Баскин. События. Работой по закону в Куйбышевском районе Самары идут проверки торговых площадей. Ловят нечистых на руку предпринимателей, тех, кто не платит налоги и нетрудоустраивает официально наемных работников. Вместе с комиссией в торговые павильоны на улицу Егорова отправилась Мариана Мирная. Все эти киоски внезапно закрылись не на обед. Видимо, слух о грядущей проверке по рынку на улице Егорова в Куйбышевском районе пронесся быстрее, чем прибыла комиссия. Здесь часто ведется торговля, налога с которой бюджет не видит. Те, у кого бизнес оформлен, спокойно предъявляют документы и заполняют анкеты. Да можно сказать, нет, мы всегда готовы приходить с проверочкой. Все у нас нормально. Полиция Куйбышевского района, Ростехнадзор приходит, налоговая, администрация Куйбышевского района. А когда? С начала года комиссия выявила около 40 недобросовестных предпринимателей, которые не заключили официальные трудовые договоры с наемными сотрудниками. Благодаря усилиям администрации и проведению разъяснительной работы половина бизнесменов исправилась. И теперь налоги от их деятельности поступают в пенсионный фонд. Проводим беседы с продавцами, которые не оформлены легально, то есть имеют серые заработные платы, которым не начисляется пенсия, которые в дальнейшем беззащитны. Поэтому люди прислушиваются, идут на встречу, заключают договора. Рейды проходят каждые две недели. В комиссию входят представители отдела финансов и потребительского рынка, а также сотрудники пенсионного фонда, которые не устают напоминать продавцам, нет отчислений в бюджет, не будет пенсии. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков, События. Самара становится ярче. Ее благоустраивают по программе «Цветущий город». Приводить в порядок и украшать прилегающую территорию призвали предприниматели, школы, социальные учреждения. Раскрашивать Самару в яркие цвета помогают и жители. С активистами Ленинского района познакомилась Алена Чемерис. Окно в сад Надежда Николаевна прорубила сама. Рассказывает, всегда мечтала иметь свой уголок земли и ухаживать за ним. Дачи у пенсионерки нет, поэтому начала благоустраивать двор. В результате своими руками и с помощью соседей соорудила полисадник. Петунии, герань, бархотка, ирис. Посадили цветы, обустроили зону отдыха. И теперь это любимое место всех жителей. Петунии много мы посадили, бархотку. Было бы желание. И если бы каждый хоть немного занялся, вот кусочек какой-нибудь облагородил, то будет рай на земле, если будем каждый понемногу вкладывать свой труд. За красотой вокруг следят и предприниматели. Около входов в офис устанавливают вазоны, сажают цветы. Всего в Ленинском районе в программе «Цветущий город» уже приняли участие почти 200 руководителей частных организаций. Сотрудники рынка подбирали семена, рассаду, цвет, выращивали, высаживали рассаду, ухаживали. Сейчас поливаем, следим за тем, чтобы наша красота не пропадала, а поддерживаем ее. И в этом принимаем свое активное участие в городской программе. Программа «Цветущий город» стартовала в этом году по инициативе главы Самары Олега Фурсова. К благоустройству близлежащих территорий привлекают школы, магазины, офисы, промышленные предприятия, социальные учреждения. О своих дворах заботятся и жители. В Ленинском районе Самары с мая привели в порядок 11,5 тысяч квадратных метров газона, установили более 500 вазонов и кашпо, высадили более 30 тысяч цветов. Приятно, что с утра, когда едешь на работу, когда мониторишь территорию, видно, что предприниматели, что жители. Не то, что посадили цветы, посчитав, что они выполнили свои обязанности. Они поливают. Глядя на примеры других положительных, другие подхватывают, как эстафетная палочка, все это продолжается. Этим летом Самара станет ярче. Цветов высадят на четверть больше, чем обычно, чтобы весь город заиграл сочными красками. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, События. Поступок, который может спасти десятки жизней, судебные приставы решили стать донорами костного мозга. Более 10 человек пришли на консультацию к врачам-генетикам, где им подробно рассказали о процедуре забора жизненно важного органа и как это может помочь больным с диагнозом рак крови. Служители закона заполнили анкеты и сдали по 5 мл крови, с помощью которой врачи смогут выяснить генотип каждого донора. Сама процедура забора костного мозга делится на две методики. Более устаревшая – это пункция, но есть и наиболее совершенная и безболезненная. Она занимает всего 3-4 часа. Более современный метод сейчас – это стимуляция определенным препаратам, когда клетки из ДПО выходят в периферическое русло, после чего, как у нас станут переливания крови, просто происходит сепарация клеток. Определенный полклеток остается у нас на матрицах, а все остальное возвращается обратно донору. И этот полклеток мы собираем, замораживаем и отправляем, соответственно, в трансплантационный центр. Мы очень часто сдаем именно саму кровь, помогая людям. Но в этот раз мы решили вступить в регистр доноров, благодаря чему мы сможем помочь людям, которые являются больными раком. Ответственная пора. У 11-ти классников почти все экзамены сданы. Теперь нужно не ошибиться. С выбором профессии впереди новая взрослая жизнь. Кировский район Самары традиционно лидирует по количеству медалистов. Лучших выпускников 2016 года сегодня чествовали в Дворце торжеств. В Кировском районе Самары 29 школ. В этом году путевку в жизнь здесь получили 900 мальчишек и девчонок. 148 из них закончили школу с медалями. День выпускника в этом районе проводится много лет. Инициатива «Чествовать лучших» принадлежит спикеру губернской думы Виктору Сазонову. Вы все эти годы учебы в школе доказывали свою состоятельность. И вот на этом историческом отрезке для себя времени вы доказали, что вы лучший из лучших. Вы продемонстрировали свой талант. Вы продемонстрировали силу воли. Вы продемонстрировали высочайшее трудолюбие. За праздничными хлопотами прячется тревога о будущем. Ребята ждут результатов ЕГЭ и беспокоятся, смогут ли получить выбранную профессию. У многих есть желание остаться работать в родном городе. Тут как-то все свое. Семья, друзья. Но, к сожалению, не все вузы, можно так сказать, могут дать нам такую возможность. Вернуться было бы очень хорошо, если и работа тоже тут будет. Глава Кировского района Игорь Рудаков сказал выпускникам, что они очень нужны своему району. Он уверил ребят, что пока они получают знания, администрация успеет подготовить для них отличные рабочие места. Инесса Панченко, Станислав Левин. События. А теперь коротко о других темах дня. Сегодня утром в Самаре в результате ДТП пострадали пешеходы. На проспекте Ленина столкнулись автомобили «Лексус» и «Мазда». По словам очевидцев, водитель «Лексус» поворачивал с проспекта Ленина на улицу Челюскинцев и врезался в «Мазду». От удара-то отлетела на тротуар, где сбила пожилую женщину и девушку. Пострадавших увезли на скорой в больницу. У женщины предположительно перелом ноги. Жительница Самары, делая селфи, упала за борт теплохода на «Волге». Инцидент произошел на судне, который привозила пассажиров из Самары на правый берег. Одна из пассажиров решила сделать селфи, но выронила телефон, который упал на бортик, идущего вдоль корпуса судна. Женщина попыталась достать гаджет и упала за борт. Пассажирка отделалась испугом, ее спасли члены команды. В гараже частного дома в поселке Усть-Кенельске 42-летний мужчина пролил ртуть. Раньше он работал в школе и заявил, что ртуть планировал использовать в научных целях. Когда мужчина решил перелить остатки вещества из нескольких емкостей в одну, то случайно пролил часть ртути на пол. Сейчас здоровью местных жителей ничего не угрожает. Содержание опасных веществ в воздухе не превышено. Образцы изъятого вещества направлены для исследования. В Самарской области предлагается расширить список граждан, имеющих льготы при парковке. Помимо инвалидов, существуют другие категории граждан, нуждающихся в более удобных условиях при парковке. Это люди с травмами, особенно ног, беременные женщины, родители с грудными детьми до 3 лет и пенсионеры преклонного возраста старше 80. Но пока законопроект необходимо тщательно проработать. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть особенно бдительными, пока держатся высокие температуры. Контролировать свое самочувствие во время движения, планировать поездки на дальние расстояния только в утренние часы и после захода солнца. В жаркую погоду у многих людей, особенно с хроническими заболеваниями, появляется головокружение и сонливость, снижается концентрация внимания. В автомобиле должны быть под рукой прохладительные напитки и аптечка. По улицам верблюда водили. В Самаре снимается документальный фильм про Александрийский гусарский полк. Больше 100 лет назад элита конной гвардии обосновалась в нашем городе и встряхнула его жизнь. Историю столетней давности наблюдала Марьяна Мирная. Жизнь меняется, когда в город приходят гусары. В 1910 году в Самару был командирован Александрийский гусарский полк, который называли бессмертным. Гусары сводили девушек с ума и позволяли себе хулиганить. Один из таких эпизодов вошел в документальный фильм, который снимают в Самаре. И тут выезжает верблюд, лошадь шарахается в сторону, разбивает витрину магазина оглоблей. Князь Овалов снимает фуражку и просит фотографа его сфотографировать. Он, соответственно, выполняет этот момент. И Князь Овалов едет дальше. Инцидент с верблюдом привел к тому, что губернатор Самарской области в начале прошлого века издал указ, согласно которому гусарам запрещалось ездить на верблюдах по городу. Сейчас таких наездников тоже не встретишь, но само появление верблюда на центральной улице вызывает ажиотаж и умиление публики. Джамшот несколько лет проработал артистом цирка. И сегодня у него премьера. Он снялся в документальном фильме. Тебе понравилось, мой хороший? Понравилось? Понравилось. Мне кажется, что понравилось. Для натуральности сыграть шального гусара попросили человека, которому взобраться на верблюда как минимум не страшно. Артист цирка Владимир Шатиров с двугорбыми созданиями бок о бок работает много лет. Уверен, что они одни из самых умных животных, вот только характер у них довольно сложный. У него память хорошая, работает он у нас давно. Работу знает хорошо. Иногда вредничает, не работает. Заставляем его, чтобы он не вредничал. Ну, Джамшут его зовут. У нас еще есть такой же друг Равшан, тот повреднее у нас. Два брата Акробата. Двухсерийный документальный фильм можно будет увидеть этой осенью. Премьера приурочена к открытию в Самаре музея 5-го Александрийского гусарского полка, которое состоится 12 сентября. Марьяна Мирная, Сергей Баскин, События. Цветочный микс. В артфойе кинотеатра художественной открылась выставка самарских мастериц. Цветы из кожи, шерсти, украшения из камня, рисунки на шелке. Яркое творчество во всех его проявлениях. Летние цветочные краски закружили и Алину Чемерис. Здесь расцветают холсты и витрины орхидеи, розы и маки. Нарисованные на шелке и сделанные из подручных средств выглядят будто живые. Надежда Лукьянова уже 4 года делает цветы из шерсти. Работает в технике мокрого валяния. Говорит, цветы из теплого натурального материала получаются словно настоящие и особенно согревают душу. Я живу сейчас в частном доме. У меня все в цветах. В разном. Для меня это вот я вот выхожу. Первым делом утром я вышла, умылась, зубы почистила. Я выхожу в сад. Я пройду весь огород, посмотрю, поздороваюсь с цветочками. Раньше я их просто любила цветы, а сейчас теперь я свою любовь воплощаю вот так вот в шерсть. Фоамиран тоже вот увлекаюсь, делаю из фоамирана цветы. Фоамиран или пластичная замша. Материал новый. В Самаре с ним работает примерно полгода. Но мастерицам он уже успел полюбиться в первую очередь за его свойства. Приятный на ощупь, очень хорошо принимает форму и ее держит. А также его легко мыть. Можно хоть в порошке стирать. Красота изделия от этого не пострадает. На выставке «Цветочный микс» своей работы представили шесть самарских мастериц. Летние краски переданы в самых различных техниках. Настроение летнее, красочное. У нас на выставке мы решили, что она должна подарить такое настроение радости, счастья, чтобы лето продолжалось, так как это время отпусков, чтобы люди смотрели, наслаждались и вдохновлялись. На выставке сделать цветы своими руками могли все желающие. Для посетителей провели мастер-класс. Окунуться в «Цветочный микс» в арт-фойе кинотеатра художественной самарцы смогут до 17 июля. Алина Чемерес, Григорий Плешаков, События. Чемпионат мира по футболу все ближе. В преддверии грядущего спортивного события администрация Самары преобразит остановки наземного транспорта. В Куйбышевском районе плакаты со спортивной тематикой появятся на 22 остановках. Виниловая ткань, из которой будут изготовлены плакаты, не позволит наклеить на нее частные объявления, что поможет надолго сохранить эстетичный вид. Кроме того, на остановках поместят информацию с призывом о соблюдении чистоты и напоминании о санкции за размещение объявлений в неустановленных местах. А тем временем подрастает новая спортивная смена. Быстрее, выше, сильнее. Олимпийский девиз звучал сегодня в Самарской 55-й школе неспроста. Здесь отметили Международный день Олимпийских игр. Ребята в соревнованиях показали, кто из них на самом деле самый сильный, ловкий и умелый подробностей в нашем сюжете. Давай, Россия! Давай, давай! Давай, красиво! Давай, давай! Пока весь мир увлечен футболом, в Самарской школе проходят малые Олимпийские игры. Воспитанники лагеря дневного пребывания соревнуются сразу в нескольких видах спорта. Плавание, легкая атлетика и дзюдо. Я занимаюсь дзюдо. Мне очень там нравится. Это очень трудный, но увлекательный вид спорта. Юные спортсмены показывают, на что они способны. Шутя подтягиваются на турнике больше 15 раз, приводя тем самым в восторг к публику и особенно девчонок. За спортивный дух ребят отвечает учитель физкультуры Нина Трутнева. Сегодня она в образе бабы-яги. Чтобы интереснее было, говорит. Нужно постоянно проводить ежемесячно дни здоровья, ежемесячно проводить праздники для детей, чтобы дети все любили именно физкультуру и занимались над собой. А у нас дети в школе очень сильные, очень хорошие. Действительно, мы это и доказали. Соревнования в школе проводят в честь Международного Олимпийского дня, который отмечают именно сегодня. Все в занимательной форме, чтобы ребятам было весело, интересно. Оздоравливаем ребят, воспитываем, приобщаем к спорту. В спортивном празднике принимают участие более ста человек. Победители получат свои медали, а остальные – заряд бодрости и хорошего настроения на целое лето вперед. Марина Матвеевична, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение и смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего доброго, до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова